После того, как перенесли поединок Владимира Кличко, из-за очередной травмы Владимира, мы уже помним, сколько таких переносов было. Практически не в каждом бою, через бой точно что-то случается, какая-то травма, и бой переносится. Ну, этот спорт, и тут, в общем-то, обвинять в инсинуациях мы не имеем права попросту, потому что никто не знает, что там было на самом деле. То, что многие подозревают, да, и даже Поветкин Александр говорил о том, что, в общем-то, ничем не удивлен. И связывает это именно с тем, что Пулев действительно очень сложный соперник, и поэтому такой тактический ход был командой сделан, чтобы прервать подготовку Пулева. В общем-то, это так имеет место, такие моменты в профессиональном боксе. Как это повлияет на Пулева, сложно сказать. Я думаю, что парень, в общем-то, готовится к самому ответственному поединку. Перенос достаточно большой, два месяца, так что он сможет хорошо подготовиться, и бой будет интересен. Ну, а по поводу сильных соперников, то вот в последнее время все больше начали говорить еще о ребятах, таких габаритных, которые смогут действительно в ближайшее время составить конкуренцию Владимиру Кличко. Это, в первую очередь, наверное, Энтони Джошуа, который совсем недавно спарринговал с Владимиром, они познакомились. Вот. И мало кто говорит об этом парне, но он так тихо и незаметно стал временным чемпионом. Это Луис Ортис, кубинец, громадный, по два метра, и вот он уже в чемпионах, и в ближайшее время Владимиру придется с ним встретиться, дабы отстоять свой пояс. Там тоже очень все должно быть интересно, супертяж достойный. Витископ. Спортивное видео.